Привет, дорогие друзья, с вами Андрей на канале Urbanist. Сегодня я получил очередную посылку, скрываем, смотрим. Она изрядно подмята, и да, встречаем это, ну то, что называют здесь Air Duster. Ну, в общем, я бы назвал его дуйчиком просто. Ну, в общем, штуковина, которая нагнетает очень большое давление воздуха, вместо пылесоса, да, из которого там, ну не на всех пылесосах, кстати, есть с обратной стороны, куда можно прикрутить, да, чтобы поток воздуха, ну шланг прикручиваем, да, как в старых пылесосах, но и не только в старых, есть и в новых, например, Rainbow. Вставляем сзади, и в обратную сторону идет напор воздуха, и мы нам что-нибудь делаем. Например, выдуваем из системного блока, выдуваем из чего-нибудь другого пыль, да, из машины, неважно откуда, в общем, откуда-то из щелей надо нам. Но это неудобно, чаще всего это бандуру тягать с собой, в общем, это неудобно. Есть вот такие штуковины, которые имитируют фактически баллончик сжатого воздуха. Вот мы пшикаем баллончиком сжатого воздуха, по сути, это вот точно такое же должно быть по эффекту, поэтому посмотрим. Комплектация. Это, ну, кстати, хотел сказать только что No Name, но нет, здесь написано Ikanzo Tad 06. Дуйчик. Погнали. Здесь есть вот такая достаточно мягкая насадочка, шнурок, микро-USB для зарядки на аккумуляторе, и непосредственно сам дуйчик, и еще краткая инструкция. Так, здесь все замотано. Вот, вот, сам агрегат. Ну, здесь чувствуется, что батарейка есть такая, хорошая батарейка. Хорошо чувствуется, наверное, отсюда забирается воздух. Просто вот так перетыкаем, если нам не надо, и все. Кстати, хорошая, хорошая затея. Вот так ставим, вот такой пистолет. Просто так, если нажимаем, не включается. И здесь сразу же написано, что зажмите 3 секунды для того, чтобы включить. Молодцы, хорошо хоть написали. Здесь тоже написано Ikanzo Tad 06 модель Air Duster 5 вольт 8000 мАч Made in China. Все нормально, все ожидаемо. Чувствуется по весу, что хорошая здесь батарейка должна быть, ну, или мотор, я не знаю. Что из них весит больше здесь. Ждем 3 секунды. Ага. Ага, то есть что, получается, каждый раз нужно зажимать 3 секунды. Ладно, сейчас смотрим, сколько эта штука вообще, чего может... Так. Рабочее время 25-33 минуты. Ну да, для того, чтобы оно стартануло, нужно зажимать 3 секунды. Charging порт здесь где-то... А, да, вот microUSB здесь есть сзади. Две насадки, да, шнур и сам, собственно, сам Air Duster. Ну, в общем, если он разрядился, то будет мигать. Так, это я достаточно широкой насадкой, метелкой. А теперь я заужина немножко, такой, как выдуваем обычно из компа. Ну, я бы не сказал, что космос, да. Но, во-первых, это экономнее, чем использовать баллончики с сжатым воздухом. И намного удобнее, чем использовать пылесос. Реально, вот пылесос мне так лень постоянно собирать, ну, просто вот очень лень собирать, вот это волочь, подключаться. Мало того, что нужно сам комп разобрать, да, эта башня стоит, нужно все провода соединить от него, миллион проводов этих. Потом его нужно раскрутить, и потом его вынести, и еще пылесос туда тянуть вместе с проводом, вот это вот все подключать. Ну, в общем, гемор. А здесь можно просто, кстати, его можно использовать не просто для выдувания из компьютера. Я, кстати, большая часть из компьютера. Но я почитал, что люди используют его для выдувания пыли из машины, из труднодоступных мест. Просто продувание машины, воздухозаборников, чего угодно. Продувание, выдувание листьев с машины, выдувание грязи из машины, из-под капота, откуда угодно. Из этих жабр, которые забирают воздух в салон, там, ну, у всех по-разному сделано, да, понятное дело. Поэтому у кого-то можно это выдуть, хоть как-то у кого-то нельзя, это нельзя однозначно сказать. Ну, в общем, дома, например, пыль не вытирать, а просто вот этой штукой смахнуть. Включаем и дуем. Я сейчас для наглядности поставлю, наверное, вентилятор. Ну, возьму компьютерный вентилятор, он у меня просто отсоединенный один валяется. И покажу, ну, хотя бы как-то будет понятно, что оно работает. Потому что оно просто дует и непонятно. Вот он, вентилятор с компа. Включаем. 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 И вот так. Но, кстати, сделано очень неудобно. Вторая насадка чуть длиннее, чем вот здесь. Вот эта красная штука. И получается, если мы будем вот так ставить, мы будем повреждать вот эти щетинки. То есть это не хорошо. Хорошо только вот так. Раз, вот так. Эту насадку сюда, она короче. Вот так ставим. И вот так одеваем. Все. Но этот вариант, если надо там что-нибудь, ну типа, ну не подметание, трудно это назвать подметанием. На полках, например, на полках сдуть пыль. Ну вот просто там пыль скопилась, лень это все дело вытирать. Берем, включаем и погнали. Мои ощущения. Да, в системном блоке продуть можно. Реально можно. Реально дует. Но и да, можно было сделать это круче, чтобы оно еще круче дуло. Потому что мне кажется, ну не совсем идеально хорошо крутит. Ну как бы больше надо было, чтобы еще больше было. Больше, больше. Ну короче, мне кажется, ну если бы было больше, было бы конечно лучше. Но в текущем варианте, как оно есть, оно весьма неплохо дует. И вентилятор раскручивает так же, как и пылесос. Возможно, пылесос наш сильнее. Rainbow крутит это все. Но... Да, управление с ним очень простое. Просто 3 секунды жмем, он включается. Одно нажатие, выключается. Все, ничего больше нет, никакой логики нет. Получается здесь электронный выключатель. Дует. Хорошо дует. Но с этой насадкой он дует эффективнее, если надо где-то конкретно в щелях выдуть. А эта насадка больше для полочек, там что-нибудь так потереть. Там еще в клавиатуре выдуть. Опять же, клавиатуру можно повыдувать. Если ноутбук, то в ноутбуке систему вентиляции разобрать, продуть и так далее. Клавиатуру продуть в ноутбуке. Вот. Вот эта штука тоже подходит. Короче, штука нужная. Можно даже в машине это все повыдувать, если надо, там видишь, где-то пыль. Ну или просто пришел, торпеда там все в пыли. Ну мало ли, там недели-две не вытирал пыли. Надо быстренько смахнуть. Подул и все. Если машина на улице стоит, листьями засыпало, тоже подул и все ушло. И вот мы в гараже. Ну, например, хотим прочистить это вот пространство. Здесь вот какая-то грязь, там может быть пыль, да, что-то есть. Здесь вот под кнопками что-то есть. Ну, в общем, можем попытаться прочистить с помощью дуйчика. Чистим дальше от пыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, весьма и весьма неплохо дует дуйчик. Пыль сдувает, реально в машине пыли меньше становится. Ну, естественно, надо открыть все двери и пройтись дуйчиком уже с открытыми дверями полностью все повыдувать. Полезная штука. Да, можно пылесосом проходить, а можно просто выдувать эту пыль. Это гораздо, по-моему, быстрее и эффективнее происходит, нежели пылесосом чистить. Вот, сейчас я пройдусь по машине полностью дуйчиком, повыдуваю пыль. Вот, например, куча пыли всякая, паутины и так далее. Включим, посмотрим, что сотворит дуйчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я этим дуйчиком запылил полностью весь гараж. Реально, пыли столько нагнал. Ну, и поднялась пыль, вы знаете, чего здесь вообще невозможно находиться. Здесь просто все в пыли, здесь с респиратора можно было бы... Фу, пошел я отсюда. Пыль поднимает хорошо. Да, очень старую застарелую пыль и паутины не все снимают, не все срывают. Но большую часть поднимает и все это летает, сейчас будет садиться везде. Но как-то так. На самом деле, штука очень удобная и портативная. Вот, что самое главное в этой штуке, портативность. Да, это аккумулятор, который, ну, когда-то сдохнет. Но и да, это удобно. То есть, можно пыль прогнать, можно в системнике пыль прогнать, убрать и продуть все компоненты, чтобы они хорошо охлаждались. Поэтому, как бы, здесь надо решать, что важнее. В данном случае победила лень. И то, что эта штука удобнее и не... Ну, как-то удобнее везде подлазить. Можно удобнее без этого длинного шланга все сделать, подлезть точечно, продуть и так далее. Реально штука удобная. Я не знаю, может быть, есть дуйчики помощнее, которые дуют сильнее. Но это достаточно неплохо дует. Ну, и, судя по всему, заявлено 8000 мАч. И должно хватать от 25 до 33 минут непрерывной работы. Ну, тоже весьма неплохая штука. В общем, эта штука меня абсолютно устраивает. Я знал, что покупал. В принципе, все параметры меня устраивали, когда я вычитал. Они действительно такие и есть. Поэтому этой штукой я пока что на текущий момент доволен. Буду пользоваться и начну с системного блока. С прочистки системного блока. То, для чего я и покупал. Все, вот такой вот гаджет. Весьма удобный, весьма хороший. Эта штука... Кстати, я не проверил, заряжается ли она. Вставляем. Ну, я не знаю, видно здесь или нет, но замигало. То есть, зарядка пошла. Это хорошо. То есть, все работает. Все отлично. Заряжать полностью я уже буду потом, потому что, ну, нет смысла мне все это сразу заряжать. Здесь, тем более, это может быть долгий процесс, так как батарея здесь немаленькая. Все, с вами был Андрей на канале Урбанист. Подписывайся, ставь лайки, пиши комменты, ставь колокольчик. До новых встреч, до новых видосов. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok